Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00. Вы смотрите информационный выпуск Вектор ТВ. В студии новостей Ярослав Горовой. Здравствуйте! Вашему вниманию сегодня. В 2019 году в Новополоцке заменят 142 лифта. Ход реализации под программы «Безопасный лифт» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» обсудили в ходе Президиума Городского Совета Депутатов. Школьник из Новополоцка стал победителем республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Вкусно и полезно новополоцкий лицей посетили гости из Витебска. Цель – обмен опытом в сфере организации питания в учреждениях образования. Обо всем подробно расскажем в ближайшие минуты. Более 300 лифтов заменят в Новополоцке в рамках реализации под программой «Безопасный лифт» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». К настоящему времени удалось выполнить лишь 13% от общего плана. Оставшуюся часть распределят на два года. Таким образом, в 2019-м ответственной организации необходимо установить 142 новых лифта. К работе уже приступили, а эффективность мероприятия оценили депутаты на заседании Президиума Городского Совета. Старт реализации под программой «Безопасный лифт» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в Беларуси был дан в 2016-м. Ее реализация рассчитана на 4 года. Задание для Новополоцка – замена 322 лифтов, отработанных в нормативный срок службы. Итоги проделанной работы подвели в ходе Президиума Городского Совета депутатов. На сегодняшний день удалось установить лишь 44 лифта. В 2016-м году 13 лифтов, при заведенном задании 10 лифтов. В 2017-м 7 лифтов, при задании 12. И в 2018-м году 24 лифта. Было доведено задание 89 лифтов. Таким образом, задание выполнено лишь на 13%. В связи с этим, задача на 2019-й год не просто выполнить доведенное задание по замене 76 лифтов, а нарастить объемы. На текущий год предусмотрены бюджетные средства в сумме 3 млн 344 тыс. рублей. И доведено задание по замене 76 лифтов. Кроме того, решением Новополского городского исполнительного комитета 29 января 2019-го года 93 доведено задание по замене 142 лифтов. Это с учетом отставания прошлого года. Необходимо отметить, что проектно-сметная документация у нас разработана на все 76 лифтов. Дополнительно необходимо на проектно-сметной документации на 137 лифтов. В ходе президиума было отмечено, что для реализации намеченных планов в минувшем 2018 году был расширен штат сотрудников открытого акционерного общества «Новополоцклифт». А при необходимости будут обеспечены и дополнительные бригады специалистов по замене и модернизации лифтов. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ Свой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Николай Будько. Про таких, как он, говорят «Гордость Новополоцка». Поздравили ветерана с 95-летием, представители администрации Новополоцка и общественных объединений города. Поздравлением присоединились и мои коллеги. 10 утра к дому под номером 5 по улице Дружбы съезжаются представители администрации Новополоцка и общественных объединений. И все для того, чтобы поздравить Николая Ивановича Будько со знаковым событием – 95-летием. Сегодня в этой квартире как никогда многолюдно, ведь в этот день поздравить ветерана, а заодно высказать слова благодарности за возможность жить под мирным небом хотел каждый. Как ты всегда в своем поле. Да, как всегда. Как молодец. Фронтовик – человек, участвовавший в освобождении Витебской области в годы Великой Отечественной. Николай Будько получил тяжелое ранение под Брасловом. Несмотря на травму и инвалидность, уже после войны долгое время работал в сельском хозяйстве, а чуть позже без малого 20 лет в автопарке Новополоцка. Со своей супругой Валентиной Федоровной уже более 50 лет. Они рука об руку идут по дороге жизни. Еще бы с таким защитником не страшны никакие трудности. Уважаемый очень человек, активно, пока были силы, здоровье, принимал участие в общественной жизни города. Ну и сейчас вот мы очень рады, что он с нами. И пример молодому поколению и такого вот патриотического отношения, любви к своей стране, который доказал делом. И, конечно же, в городе и исполнительной властью, и представительной властью будут оказываться всяческая помощь таким людям. Хороший пример для молодежи. И действительно, такие люди – гордость нашей эпохи. И пусть сердце Николая Ивановича бьется еще долгие годы, а мы ровно через 5 лет, так же, как и сегодня, постучим в двери. И громко скажем – поздравляем! Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Школьник из Новополоцка стал победителем республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Агроробот Владислава Буко покорил жюри и теперь для молодого человека открывается возможность стать участником международного конкурса. Это городской отборочный этап на республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Здесь Владислав Буко пока с надеждой на участие в областном этапе презентует своего агроробота. Использование данного изобретения позволит добиться роста производительности на фоне повышения рентабельности, что обеспечивает снижение себестоимости продукции. Проект включает в себя ряд разработок, работа по высадке семян, роботизированную платформу для перевозки сельскохозяйственных грузов, работа для обработки растений-отвредителей. «Вот этот робот для сенья, семян и хлопниковых растений. То есть он выкапывает ямку, проезжает, засыпает в нее зерно и закапывает ямку, проезжает дальше. Потом есть вот такой вот робот для обрабатывания растений-отвредителей. Он работает по принципу такому, что вот у него есть два датчика, если растение есть справа, тогда он опыляет вот этим вот распылителем. Если слева, тогда опыляет этим распылителем. Он может работать и автономно, и человек может сам управлять». Изучение этой темы – дело семейное. С ним Владислав Буко уверенно проходит сначала на областном этапе, а потом и на республиканском. И здесь ему нет равных. Школьник из Новополоцка становится абсолютным победителем в номинации «Агропромышленные технологии». По условиям конкурса победителям вручена рекомендация Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи для поступления в ВУЗы по специальности, соответствующей профилю их конкурсного проекта. А вместе с этим появилась и возможность презентовать свою идею уже на международном уровне. Вкусно и с пользой для здоровья. Новополоцкий лицей посетили директора учреждения образования Первомайского района Витебска. Цель – обмен опытом в вопросе организации питания. Гостям из города над Западной Двиной рассказали о том, как организовано школьное питание в Новополоцке. В частности, в городском лицее. Подробности у нашей съемочной группы. Вкусные десерты, новинки из полезных продуктов, выставки кулинарных изысков с участием самих ребят. Специалисты ответственной организации творчески подходят к столь важному делу – сохранению и поддержанию здоровья подрастающих новополочам с помощью правильного питания. И в этом деле, к слову сказать, есть чем поделиться с делегацией гостей – директорами учреждения образования города Витебска. Лицей посетили потому, что в лицее сегодня стопроцентный охват горячим питанием. В целом, в этом направлении мы сегодня очень плодотворно работаем с гостиничным комплексом Новополоцк. На сегодняшний день у нас охват горячим питанием составляет 94%. Это, скажу так, очень хороший показатель, но до прошлого года, по сравнению с прошлым годом, мы немножко не до тяга. В прошлом году у нас было бы показатель 95%. Мы в этом направлении очень сегодня плодотворно работаем как с самими учащимися, так и с их законными представителями и родителями. Для родителей и педагогов с этого учебного года приятным новшеством стал переход на безналичную форму оплаты. Как рассказали участникам семинара, такая система внедрена во всех школах города. Также, как убедились гости, в вопросах организации питания в Новополоцке – особый подход. А именно, ребенок сам может выбрать себе меню или питаться по принципу шведского стола. В ходе семинара его участники познакомились с особенностями организации питания и в других учреждениях образования Новополоцка, а также смогли задать интересующие вопросы. Виктория Клементенок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Решение 9-го пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, задачи по их реализации, распределение профсоюзного бюджета, мероприятий, посвященные празднованию Дня Труда и 115-летию профсоюзного движения Республики, обсудили в ходе первого в этом году Совета Новополоцкого городского объединения профсоюзов. Совет Новополоцкого городского объединения профсоюзов проходит два раза в год. В его состав входят председатели всех первичных организаций города. На первом этом году Советцев присутствовали около ста человек. На повестке дня – пять вопросов. Первостепенные задачи, стоящие перед профсоюзом – защита прав работников, обеспечение охраны труда и комфортных условий на рабочих местах, создание первичных профсоюзных организаций. Особенно важно создать первички в организации, где имеются нарушения законодательства о труде и об охране труда. Не соблюдаются правила, не интересы работников, не созданы достойные условия труда и быта. В 2018 году в Новополоцке было создано шесть первичных организаций, за два месяца текущего года одна. Всего на сегодняшний день в городе действует 149 первичных организаций. Их приоритетными задачами являются работы с молодежью, ветеранами войны и труда. Особое внимание уделяется трудовым династиям нашего города. Ирина Шипко, Артем Табаков, Вектор ТВ. Иван Фомич Хруцкий – легендарный художник времен 19 века. Он оставил огромный след в истории искусства. И сегодня в Новополоцке его имя носит детская художественная школа. День рождения известного автора. Эта дата не могла пройти мимо ценителей художественного искусства. И ей посвятили выставку, которая открылась в Полоцком государственном университете. Дух искусства и по-настоящему живописная атмосфера царили на открытии выставки, посвященной известному художнику Ивану Хруцкому. Его имя сегодня носит художественная школа Новополоцка, воспитанники которой являются авторами представленных работ. На данной выставке представлены живописные уголки Придвинья, где можно увидеть Полоцкий полностью район. Это деревня Бешенковичи, деревня Захарничьев, где, кстати, похоронен Иван Фомич, деревня Орехово-Зуево, да, конечно же, город Полоцек и, конечно же, город Новополоцек. И можно созерцать прекрасные живописные уголки. Данная выставка – это такое впечатление о нашем Придвинском крае. 209 лет со дня рождения великого художника. Прошедшим летом Ивану Хруцкому посвятили 10-й юбилейный пленэр, который прошел в Полоцке. Работы, написанные на древней земле, и составили экспозицию нынешней выставки. Мне очень понравилась эта выставка. Здесь очень прекрасные работы. Они все неповторимые, очень интересные, красочные. На этой выставке представлена моя работа. На выставке представлено более 25 работ. Любой желающий может насладиться уголками Придвинья до конца марта. Ярослав Горовой, Артем Табаков, Вектор ТВ. Напряженная борьба и дух соперничества. В Новополоцке завершилось первенство города по волейболу среди юношей. Всего в стартовом отборе принимали участие 10 команд города. А каковы итоги городского первенства, расскажет Ольга Войтова. 13-25. Таким счетом завершилась победная игра в финале городского первенства по волейболу, где за первое место боролись команды гимназии 1 и гимназии 2. Всего же в стартовом отборе принимали участие 10 командного Полоцка. Из них в финале оказались 4 команды. 2 гимназии, лицей и 4 школа. С отрывом в 12 очков победу одержали представители второй гимназии. У нас соревнования проходят такие каждый год. У нас круглогодичность спартакиада школьников. Это и девочки на следующей неделе начинают, и мальчики. Мы живем очень весело. У нас соревнования на соревнованиях. Путь к победе не прост, а для того, чтобы призовое место было в кармане, порой приходится подходить к делу основательно. Главный судья рассказал съемочной группе, кому именно на соревнованиях птица счастья улыбается чаще. Секрет успеха победителей в основном выигрывают те команды, где дети тренируются в спортивных школах. Вы понимаете, что в школах все хватить невозможно, а спортивная школа – это более высокий уровень, более высокие и умеющие, наверное, тренера. Они занимаются, у них своя специфика волейбол, и, естественно, они подготавливают. В какой школе находится больше таких детей, эти и выигрывают. Это уже закономерно. На следующей неделе станут известны итоги первенства города по волейболу среди девушек. В нем примут участие восемь команд. Соревнования будут проходить на базе 10-й и 14-й школ Новополоцка. Ну что, мяч в руки и вперед! Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Подробности событий городской жизни с комментариями их участников узнавайте также в свежем номере газеты «Новополоцк сегодня». В эту пятницу вашему вниманию следующие темы. В Новополоцке назвали имена победителей городского трудового соревнования. На торжественной церемонии состоялось чевствование лучших представителей всех сфер трудовой жизни. Кто в этом году получил заслуженные награды в пятничном выпуске городской газеты? 4 марта белорусская милиция будет встречать свой профессиональный праздник. В отличие от других профессий, милицейскую службу достижения современности не делают менее ответственной и напряженной. О специфике преступности в Новополоцке и новых видах преступлений в интервью городской газеты рассказал начальник городского отдела внутренних дел Владимир Дубровский. Чтобы клиентам было удобно, легко, приятно получать услуги, а сотрудникам эффективно работать. 27 февраля после ремонта открылась операционная служба «Беларусьбанка», расположенная по адресу Дружбы 4. Почему руководство банка уделяет пристальное внимание модернизации, читайте в материале «Беларусьбанк. Обслуживание в новом формате». На сегодня все. Я же напомню, если вы что-то пропустили, программы «Вектор ТВ» доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Хотите быть первым в курсе городских событий? Тогда подписывайтесь на наш профиль в Instagram. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Вектор ТВ». По прогнозам синоптиков, в первый день весны в Новополоцке ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Ветер северный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 1 градуса тепла. Днем до 7 градусов со знаком «минус». Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.